Ну что, ребята, соскучились по хищным животным и другим опасным представителям нашей фауны? Можете не отвечать, уж я-то знаю, что соскучились. Что ж, этот выпуск специально для вас, самые бесстрашные исследователи, потому что сегодня мы поговорим об одной из самых массивных змей в современной мировой фауне. Итак, чем питается эта змея? А есть ли у нее зубы? А как ей удается так широко открывать пасть? И зачем ей язык такой странной формы? И насколько она опасна для человека? А в конце видео вас ждет сюрприз, мои дорогие подписчики! Субтитры сделал DimaTorzok Что же это за змея такая, анаконда? Анаконда, или Юнектес муринус, это вид змей из подсемейства удав. В старой литературе их называли водяными удавами. Как я уже и говорил ранее, анаконда – одна из самых массивных змей в мире. Основная окраска тела этого гиганта – серовато-зеленая, с двумя рядами больших бурых пятен. И рядом желтых пятен, с черными кольцами по бокам. Именно такая окраска помогает змее успешно скрываться в тихой воде, покрытой бурыми листьями и пучками водорослей. Что интересно, анаконда вовсе не ядовита. И ее слюна совершенно безвредна для человека. Но не стоит расслабляться. Раны от зубов могут быть весьма болезненными. Вы, конечно, спросите меня, раз ты назвал анаконду самой массивной змеей в мире, какая у нее длина, а сколько она весит – спокойствие, только спокойствие. Рассказываю. По официальным данным, самую крупную особь изловили в Венесуэле. Это была самка длиной в 5,5 метров и весом в 97,5 килограмм. Но в основном самки анаконда достигают примерно 5 метров, а самцы – около 3. Ты скажешь мне – Семен, но сечер ты питон длиннее. А я скажу тебе – молодец, ты прав. Но я и не говорил, что анаконда – самая длинная змея. Она – одна из самых массивных. Например, 7-метровый сетчатый питон будет весить столько же, сколько и 4-метровая самка анаконды. Вот такие вот дела. Обитает этот гигант в тропической части Южной Америки и ведет практически полностью водный образ жизни. В водоемах змея подстерегает добычу и лишь изредка выбирается на берег, чтобы погреться на солнышке. Как вы уже могли догадаться, анаконда прекрасно плавает и может подолгу находиться под водой. Именно для этого ноздри змеи снабжены специальными закрывающимися клапанами. А что насчет этого странного языка? Человеческие детеныши постоянно дразнятся и показывают друг другу языки. Но для змеи высовывание языка изо рта имеет совершенно другое значение. Для нее этот процесс жизненно необходим. Змеиный язык является органом чувств. И, потрепав им пару секунд, она захватывает им мельчайшие частички воздуха, по которым понимает, что недавно здесь пробегал копибан, или что рядом пахнет еще одна вкусненькая жертва. А раздвоенный язык змеи может собирать информацию о запахах в двух местах одновременно. А это очень важно, поскольку позволяет языку обнаруживать больше химических веществ в воздухе и определять направление передвижения потенциальной жертвы. Для того, чтобы язык попал наружу, змее нет необходимости постоянно открывать рот. Он проскальзывает в отверстие в верхней челюсти. А обычным обонянием она пользуется для распознавания запахов на более дальнем расстоянии. Ну а теперь о питании. В рацион анаконды входят млекопитающие, птицы, рептилии, которых та подстерегает у воды. В отличие от большинства хищников, которые могут откусывать куски мяса и прожевывать добычу, у змей нет ни конечностей, ни резцов, и им приходится заглатывать пищу целиком. А еще она не прочь полакомиться и другими змеями. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 Но это не всегда ей удается. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высокому мнению о том, что анаконда, как и другие удавы, сжимает жертву в кольцо, раздавливая и ломая кости, это не так. Анаконда действительно обивает жертву кольцами тела, но делает это, чтобы перекрыть кислород. Попросту не дает дышать и после того, как жертва полностью обездвижена, заглатывает ее целиком, сильно растягивая при этом пасть и глотку. Был случай в Сан-Паулу, когда анаконда длиной в 4 метра Проглотила пятилетнюю самку Пумы весом в 42 килограмма, правда, получив при этом смертельные травмы. Но, как говорится, с кошками шутки плохи. Кстати, пища переваривается вместе с костями с помощью сильных кислот в желудке анаконды. И даже черепахи вместе с их панцирями ей по вкусу. Процесс заглатывания крупной добычи легко может занять от 4 до 6 часов. И в это время змея становится очень уязвимой, так как единственное ее оружие, пасть, занято пищей. Но как же ей удается раскрыть пасть так широко? Используя более 100 острых как бритва и загнутых назад зубов, змея растягивает верхнюю челюсть и натягивает пасть на жертву. В то время, как нижняя челюсть, независимо от верхней, растягивается вправо и влево. Чтобы добыча медленно продвигалась в рот. Крупную добычу анаконда переваривает несколько дней, а запаса питательных веществ ей хватает на несколько месяцев. Поэтому аппетит у анаконд весьма скромный. После приема пищи, как и другие рептилии, анаконда некоторое время отдыхает. А что же насчет змеенышей, спросите вы? Вы, наверное, знаете, что большинство змей размножаются откладкой яиц. Так вот, анаконда лишь изредка откладывает яйца. В основном она яйца живородящая. То есть она не откладывает яйца. Яйца остаются внутри организма самки. И в этих яйцах развиваются детеныши. Когда приходит срок, детеныши, пробив оболочку, рождаются уже живыми и полностью сформированными. Анаконды иногда встречаются вблизи поселений. И домашние животные типа свиней, собак и кур частенько становятся добычей змеи. Но опасна ли анаконда для человека? Судя по всему, опасность этой змеи для человека немного преувеличена. Согласно достоверным данным разных уважаемых сэров, змея атакует человека, как правило, по ошибке, принимая его за животное. Однако, не стоит недооценивать гиганта. Анакондам весом в 100 килограмм легко может проглотить добычу, равную ей по весу. Хоть и зарегистрированных случаев, когда анаконда проглотила человека, не так уж и много. Джунгли они такие. Все, что произошло в джунглях, остается в джунглях. К сожалению, в данный момент происходит повальное истребление анаконд и других змей из-за их кожи. Из нее делают дорогую обувь, кошельки и даже одежду. И чтобы предотвратить истребление этой и других змей, нужно попросту не покупать изделия из кожи. Берегите животных и любите природу. Напиши мне, видел ли ты змей вживую? А где? А каких? Итак, обещанный сюрприз. По многочисленным просьбам и в канун нового года, я решил сделать третью часть ответы на вопросы. Кто не в курсе, о чем я говорю, тот ссылку на предыдущую часть найдет под этим видео. Стало быть, если хочешь попасть ко мне в ролик, то задай коту Семену какой-нибудь вопрос. Лайкайте понравившиеся комменты и на самые смешные и интересные я и отвечу. И как обычно, если тебе понравилось видео и ты узнал что-то новое, обязательно поставь лайк. А если ты любознателен, то не забудь подписаться на канал. Дальше будет еще интереснее. Большое спасибо за внимание, друг. Теперь ты знаешь больше. А это просто замечательно.